Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Я называю себя человеком, который умеет помогать другим людям перезапускать, перезаписывать жизни. Номер один по перезапуску жизни. В общем-то, это я. И сегодня я хочу поднять с вами классную, интересную, важную тему. О, я вижу, что у меня наконец-то начали нормально пребывать люди. Возможно, меня разбанил как-то Инстаграм. Ура-ура! Знаете, я вспомнила песню, помните, «Я тебя не люблю сегодня». И я решила назвать тему «Я себя не люблю сегодня». Почему сегодня и почему я себя не люблю? И о чем мы будем говорить? На самом деле мы будем говорить о том, каким образом вот эта нелюбовь к себе просматривается в нашей жизни, как она отражается. И это будет не буквально «О, я себя не люблю, что же делать?». Дело в том, что, знаете, помните, мы часто, когда говорим о межличностных отношениях, мы говорим о том, что любовь – это поступки. И любовь к себе – это тоже поступки. И огромное количество людей постоянно, если вас задать вопрос, «Любишь ты себя?», то, конечно, «Да, я себя люблю». Но то, как мы выглядим, то, как мы себя чувствуем, а мы зачастую недовольны тем, как мы выглядим, мы зачастую жалуемся постоянно на то, как мы себя чувствуем, может, что-то болит, что-то вечно плохо, что-то со мной не так, и говорит о том, что любовью к себе у нас и не пахнет. И многие даже признают. Вот буквально вчера я выдала пост, в котором рассказала о своем отношении к своему телу относительно недавний период времени. И многие начали жаловаться на то, что себя не любят, что не нравится там, у меня слишком большой нос, у меня там не такие коленки, у меня жирный живот, не те складки, не та грудь. В общем, какой-то шрам, который мне не нравится, что-то, чего я стесняюсь. И как раз свой провокационный пост я начала словами о том, что сексом я могла заниматься только в темноте, потому что стеснялась своего тела. И вот, вы знаете, вот эти все наши стеснения, вся вот эта история, все это непринятие в результате отражается на нашей жизни. Когда наша жизнь похожа для нас на маленькую какашку или на большой кусок говна, уж простите, и когда все это тебя раздражает, и ты понятия не имеешь, почему везде не ладится, почему и на работе не очень, и в деньгах не сильно, и отношения, мягко говоря, дерьмовенькие. И вот эта вся история, она и прорастает корнями, любовью, или точнее отсутствием любви к себе. И почему сегодня, да? Почему же сегодня? Потому что завтра все может поменяться. И это классная, крутая новость, с которой я хочу, чтобы мы начали этот эфир. Завтра все нахрен может измениться. И измениться не само по себе, а чаще всего изменить это можем мы. И этот, скажем так, способ гораздо более экологичный. Потому что, как часто я говорю, у Вселенной есть миллион вариантов поменять ваше отношение к себе. Рассказать о плохих вариантах? Давайте расскажу. Живете вы такой своей жизнью, или такой живете, значит, вы там недовольны, все не то, работа не та, шеф-придурок. Ну, все как обычно, да? Обычная нормальная человеческая жизнь, где все не устраивает, мало плакет, они все говнюки, я один хороший. И тут, опа, что-то у вас заболело. Заболело, пошли сдали анализ, а у вас там то, о чем слух не говорят. И тут же начинает просыпаться любовь к себе. Мать твою, я хочу жить. Мать твою, я хочу сражаться. Мать твою, я хочу что-то делать. И начинается глобальное сражение, начинается масштабная перезагрузка, переосмысливание. Часть людей сдаются и говорят, ну все, большинству людей в этот момент происходит пиковый взрыв. Это то, что касается варианта Вселенной. Вот как сделать так, чтобы заставить вас полюбить жизнь, у Вселенной всегда есть много вариантов, они мне не нравятся, я не хочу их обсуждать. Поэтому история про то, чтобы пересмотреть свою жизнь, в моем случае я несу информацию, которая позволяет вам захотеть пересмотреть и подумать об этом. Давайте будем по частям, да? Если, кстати, у вас будут появляться какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, будем их обсуждать. Что для вас означает нелюбовь к себе и каким образом это может проявляться? Смотрите, если мы возьмем, например, тему отношений. Тема отношений одна из самых естественных, нужных и важных. И очень часто мои подруги, когда начинают рассказывать об отношениях, о том, что что-то не клеится, часто причиной тому, что не клеится, являются некие моменты неуверенности в себе. Это может быть разное. Например, я сейчас плохо выгляжу. Почему? Потому что я набрала вес, потому что я родила ребенка, потому что, значит, я вообще не привлекательна, в принципе, и никогда не была такой. Я родилась дурнушкой. Что происходит? Я уже говорила вам в предыдущих эфирах о том, что, например, у нас есть с вами два мира. Внутрий, внутренний и внешний мир. Если говорить просто о мирах, то внутренний мир – это мир наших мыслей, внешний мир – это ситуация, обстоятельства, которые нас окружают. Исходя из того, что мы о себе думаем, как мы себя чувствуем, в нашей жизни происходит что-то либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Одних называют счастливчиками, безунчиками, вторых – неудачниками. То же самое можно адресовать, еще пойти дальше, разделив себя на внутренний и внешний мир. Что такое внутренний мир? Внутренний мир – это наши мысли. Помните, люди попадают, есть такое понятие, когда человек попадает в кому или когда человека парализует, когда человека, тело не двигается, а мысли у него идут. Помните, мы смотрим в фильмах, и дай Бог, чтобы это было только в фильмах, когда человек плачет, у него внутри происходят какие-то переживания, в кино мы часто видим, как он о чем-то думает, что-то хочет сказать, а внешний не может пошевелиться. Я это называю тюрьма. Так вот, смотрите, мы же не можем в этот момент отрицать, что человек жив, но внутренний мир его продолжает функционировать, а его тела нет. Вот это и есть разделение человека на его оболочку внутреннюю, его мысли, и на его оболочку внешнюю. Так вот, вот эта наша внешняя оболочка, мы чаще всего, мы же никогда не жалуемся на то, что у нас не складываются отношения, потому что у нас не те мысли, да? Мы чаще всего говорим, я не привлекательный, я ему не нравлюсь, ему не нравится моя грудь, ему не нравится моя жопа, или я комплексую с ним, он такой офигенный, он такой сексуальный, у него такое красивое тело, или даже может он обычный дядька пузатый, но нам-то надо для него быть, да, там, я стесняюсь своей груди, или я стесняюсь своего живота, или там, ну, короче, все девочки, да, это знают, что там, кто может стесняться. И заметьте, стесняемся мы не внутреннего, стесняемся мы внешнего, и часто девчонки говорят, да, я классно, я с ним, мне так с ним интересно общаться, мне так с ним все классно, ему я так сильно нравлюсь, но я боюсь, что если я, например, разденусь, да, то я ему не понравлюсь. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы тоже очень четко разделяем свое внутреннее и внешнее, внутреннее и внешнее. И какой бы умной, классной ни была девочка, она всегда парится, я сейчас не буду говорить за мальчиков, не знаю, как у вас это происходит, я про девочек, девочка всегда парится тем, как она выглядит, да, как она выглядит. И вот удивительным образом вот эта уверенность в себе зависит очень часто не от уровня эрутирования, да, не от уровня ощущения себя в контексте общения, в контексте того, насколько я могу быть интересной, а в контексте того, насколько я красива. Я знаю огромное количество женщин, которые прошли колоссальный путь, достигли неимоверных высот до того момента, пока не почувствовали себя такими же уверенными внешне. Так вот, нелюбовь к себе проявляется очень разными интересными способами. И все это было бы неплохо, но не люблю себя и не люблю. Но вот эта нелюбовь к себе, она не позволяет нам в жизни реализовывать себя и достигать тех целей и задач вообще того уровня удовольствия. Давайте будем все-таки про удовольствие. Удовольствие это что? Быть в классных отношениях, встречаться с классным мужчиной, жить с ним, быть его женой, любимой женщиной, быть успешной в работе. Очень многие люди, исходя из того, что вот эта нелюбовь к себе в проявлении своей внешности в том числе, не достигают этого именно по причине того, что не готовы. Не готовы и чувствуют себя слабыми и неуверенными. Поэтому нужно подумать о том, как с этим можно поработать. Давайте начнем в одну такую первую группу того, о чем бы я хотела поговорить. Вот буквально вчера я проводила опрос, там вчера, еще несколько дней назад, группу опросов. И у нас есть такая удивительная черта. Пожалуйста, контактируйте со мной, мне будет приятно, если вы будете поддакивать, делиться своим опытом или отрицать. У нас у каждой есть что-то, что нам себе не нравится. Ну, практически у каждой. Что-то, например, кто-то говорит про форму коленей. Или, например, там, у меня там торчат два передних зуба или щелины между зубами. Я по этому поводу жутко комплексую. Ну, кто-то так говорит. Или, например, у меня там нос орлом. Ну, там, очень ярко выраженный нос. Или у меня там, я не знаю, короче, что-то такое, что, в принципе, можно назвать особенной чертой. И вот давайте, девочки, с вами об этом поговорим, потому что это очень важно. У меня на колене есть родинка. Не знаю, сейчас, как вам ее показать, но я вам ее попробую показать. Тихо, простите, я переключила камеру, и вы видите мой свет и мою родинку. Сейчас. Ну, мы с этим справимся. Короче говоря, у меня на колене есть где-то тут родинка. Она большая. Вы ее не видите. Сейчас. Вот она, вот она, вот она. Видите? Вот она, вот. И, короче говоря, много лет я стеснялась этой родинки. Ну, это уровень пиздаватизма, хочу вам показать. Я стеснялась этой родинки. Она мне казалась уродской. У меня не так много, кстати, на теле родинок, но еще у меня есть тут вот сбоку родинка. Она мне, короче, тоже казалась уродской. Ну, про нос я молчу, да, в профиль могу сесть, кто-то недавно мне написал, что мы уже сделали нос. Вот видите, в тот момент, когда я перестала опариться своим носом, уже все подумали, что я его успела сделать. Хотя с носом, ровным счетом, я ничего не делала. Так вот, в какой-то момент я села и подумала о том, что убрать родинку не такая большая проблема, как испилить нос. Но когда я начала об этом размышлять и представлять себе, а сегодня с помощью фильтров можно представить себя очень разной, я вдруг подумала о том, во-первых, я узнала, что это родинка была там еще у моего папы, оказывается, тоже она была на боку, и там на колени она у кого-то была. А потом я подумала, блин, как офигенно, что у меня есть какая-то особенность. Вот знаете, у многих звезд были мушки какие-то там, какие-то штуки. Вот давайте начнем с того, что поймем, что наше тело нам что-то принесло в подарок, оно нам принесло какое-то наше своеобразное индивидуальное украшение. Вот такая авторская работа нашего тела. И вместо это наш отличительный принцип, в принципе, да, вот отличительный, он такой. И почему мы называем это уродством? Например, у арабских женщин, да, например, там большой нос, это там признак красоты. В каждой культуре, да, у кого-то, извините, сиськи обвисшие, тоже признак красоты. Ну, мы не идем настолько буквально, но тем не менее, ведь в большинстве своем мы не откровенного уродства. Я не говорю про откровенное уродство, которое, да, реально бывает. Мы не про откровенное уродство говорим. Но когда мы начинаем залипать на родинки, на не той формы коленка, на то, что делает нас особенными и классными, торчащие уши, да. Да, посмотрите, какое количество моделей фантастически красивых, актрис безумных, там, Паулина Андреева, я ее обожаю сейчас, жена Федора Бондарчука, с красивыми этими ушками эльфа. Вот, понимаете, красота в глазах смотрящего и в человеке, который сам себя этим наполняет. И я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что нужно, ну, типа, давайте будем на все смотреть красиво, но мне кажется, что когда мы начинаем понимать, что я особенный и я классный, мы сами превращаем свои какие-то недочеты, которые, как нам кажется, мы их превращаем в нашу визитную карточку, в нашу отличительную особенность, в нашу яркую индивидуальность. И в чем тут фишка? Фишка в том, почему нам вообще нужно об этом задумываться и это делать. Фишка в том, что когда мы с вами по отношению к самим себе испытываем нелюбовь и неприязнь, а это как раз в моменте, господи, какой у меня уродский, ну, боже, какая у меня уродская коленка, боже, как я себя не люблю. Исходя из этого, мы формируем вокруг себя энергию, такой себе энергетический забор, который не пропускает в нашу жизнь никакие другие удовольствия. То есть, понимаете, мы снаряжаемся с вами энергетически, словно пугало на огороде. Вот ставим пугало, знаете, зачем его ставят? Чтобы там вороны не слетались, не ели там этот огород, который люди засели. Ну, по-моему, это так, в каком-то мультике я когда-то эту историю смотрела. Так вот мы с вами превращаемся в энергетическое пугало, говоря, не подходи ко мне, у меня тут все плохо, у меня тут все ужасно. Вот так это выглядит. А потом удивляемся, что, ну, и даже не удивляемся, потом мы говорим, ну, у меня просто нос некрасивый, поэтому жизнь не сложилась. Я, когда в свое время, по поводу разных моментов, которые меня лично в себе смущали, или которые были у моих подруг, я, простите, немножко у меня горло, заговорило со мной, сказала, что мне надо отдыхать. Начало першить. У меня есть подружка, у которой есть болезнь, но забыла, как она называется. Знаете, когда пигментация на теле пятнышками такими, и у нее было на груди такое большое пятно, на груди и на ноге. И сначала, ну, это очень похоже на ожоги, вначале я думала, что что-то это очень такое стремное и страшное. Вот, пока она не рассказала мне о том, что это за заболевание, вот оно на самом деле не особо объяснимо и непонятно, как оно поддается лечению, у кого-то оно периодически исчезает. Но, когда появился инстаграм, я увидела огромное количество женщин, моделей, которые все пятнистые, ребистые, некоторые вообще выглядят как леопарды, и при этом сделали это своей фишкой. Не оделись по оранжу, не сказали, я урод, а сказали, я красива, я красива, я имею право быть такой. И благодаря этому построили и сделали себе карьеру. И я хочу первый момент вам сказать сейчас, что если у вас посмотрите сегодня внимательно или вспомните, вы наверняка знаете то, чего вы стыдитесь. Я сейчас не говорю про складки на животе, давайте этот момент, я считаю, мы его можем проработать, но если есть нечто такое, что вы не можете изменить, и по сути не нужно это делать, да, то есть там, не знаю, родимое пятно какое-то, но что-то такое, что в принципе не является масштабным уродством, просто вот оно вас парит. Спросите себя, почему меня это парит, и попробуйте посмотреть на это с позиции красоты. Ну вот с позиции красоты, с позиции своей индивидуальности, с позиции того, что мне это дано, с позиции того, что это мой вот какой-то гордый трофей, который меня отличает от всех остальных, меня точно не спутают с толкой. Если вы сможете вот об этом так подумать и словите себя на приятном, таком теплом ощущении, что, блин, это же я, это и будет такое ваше знакомство с таким пониманием, как принятие себя и осознание того, что, блин, я удивительный, я однозначно уникальный, и я не повторимый, я не такой, как все. Мне иногда даже завидно становится, когда у людей что-то такое, есть вот прям совсем увлекательное, удивительное отрождение, потому что, мне кажется, это какие-то такие очень классные, крутые метки. Пойдем дальше. По поводу, теперь, я себя не люблю, и поэтому я буду себя уродовать. Каким образом происходит, в моем понимании, в субъективном вообще уродство человека? Как человек над собой издевается, и каким образом он себя может уродовать? Ну, первое уродство, которое, я считаю, мы делаем со своим телом, это мы его портим. Мы его портим. Потому что с рождения я никогда не видела некрасивых новорожденных детей с некрасивыми телами, какие бы ни были, это всегда очень красиво. Я никогда не видела детей с татуировками, я никогда не видела детей с огромным количеством пирсинга, я никогда не видела детей, которые бы разожрались, как свиньи, и не могли бы перевернуться никуда. То есть уже выглядели бы, родились, и сразу 30 килограмм весят. Ну, приблизительно так, такое мы творимся в своей жизни. Всегда у наших поступков физических, в нашем физическом мире, с нашей физической оболочкой, у нас всегда есть мило, и это не очень мешает. Я не ухожу, ухожу. Там Макдональдс по дороге, когда ты будешь ехать. Мой муж решил открыть холодильник и поесть. А это будет уродовать твое тело. Разъедаешь его? Убегаю. Убегай. Что происходит? Давайте. Каким образом физическое связано с психологическим? Ну, давайте представим, что вы в психологическом плане счастливый человек. Простите за моё горло. Оно уже точно говорит мне, что нужно молчать. Представьте себе, что вы в психологическом плане счастливый человек. То есть вы человек, у которого всё прекрасно и замечательно. Будет ли у вас возникать желание бесконечно запихивать в своё тело бесконечное количество алкоголя, бесконечное количество еды, выбирать для себя совершенно тупые и дурацкие продукты, не контролировать этого момента, но будет ли у вас такое желание? Ой, я вижу, что вы тут говорите, а я не этот, не вижу, был перемотан. Вряд ли, да, у вас будет такое желание. Ну, вряд ли. Стоит понимать, что у нас всегда существует взаимосвязь. Причём взаимосвязи могут быть две. Первая – абсолютная неосознанность, то есть непонимание того, почему я ем. Ну, можете задать себе такой вопрос вообще, почему я ем, зачем? Неосознанное понимание. Многие люди не понимают, что они едят, сколько они едят, и совершенно не видят никакой взаимосвязи. И второй момент – осознанное понимание того, что я ем, потому что мне и очень часто плохо. Плохо, потому что меня не любят. То есть еда в нашей жизни превращается в некое… Ответчик за всё, что с нами происходит не так. Меня не любят, я буду есть. Это у женщины больше всего, да, связано. Меня не любят, я буду есть. Я некрасиво выгляжу, ну и хер с ним, буду ещё больше есть. Значит, меня же всё равно не любят. И мне сложно даже, наверное… Да, источник кайфа. Мне даже сложно, наверное, это объяснить. Вот я, например, очень хорошо помню, как в возрасте там, в каком-то своём плюс-минус осознанном, я услышала, что моя мама на диете. И, в общем-то, вот, наверное, на протяжении лет 35 я слышу, что моя мама на диете. И я никогда в жизни не слышала от мамы, что она находится в той форме, в которой она хочет быть. При том, что моей маме, ну там, всего лишь надо было бы там килограмм 10, наверное, дойти до этой формы. Ну, то есть это небольшой вес, это там не 50 килограмм, не 100, это не то, что человек огромный. И вот мне кажется, что как раз, я не знаю, то ли нам нравится это, вот просто быть в процессе, да, в вечном процессе. Но мне кажется, что это как раз и есть источник нелюбви к себе. Источник не... Ну, кто-то говорит, я себя принимаю, да, я себя принимаю таким, какой я есть, я себя люблю таким, какой я есть, но при этом я бы всё равно не против был похудеть. Вот знаете, моё всё-таки мнение, что любовь к себе – это всегда забота о себе, забота о себе. Любовь к себе – это история про то, что я хочу и могу быть таким, каким я решил быть. Любовь к себе – это про некое умение держать слово, которое ты себе даёшь. И почему, почему не только в нашей нации, а вообще в человечестве у нас, у большинства людей эта любовь отсутствует, вот здесь, конечно, огромный вопрос ко всем нам. Почему это происходит? Почему мы настолько не умеем в этом плане держать, не то что держать слово, мы даже не хотим его давать. И когда начинаешь с кем-то общаться и задаёшь вопрос, хотел бы ты привести себя в порядок, да, хотел бы, хотел бы ты быть здоровым, да, хотел бы, но никто ничего не хочет делать, при том, что это самое понятное, наверное, вот, например, если вы меня сейчас спросите, Оль, как мне раскрутить мой там бизнес вот такой-то? Я не смогу вам дать такой же простой, логичный, однозначный ответ, понятный, потому что там есть миллиард нюансов, чем если вы меня спросите, как мне привести себя в порядок или даже это связано будет с вашим здоровьем. То есть нам гораздо, нам тут всё понятно, но мы не хотим этого делать, хотя это касается нас. Я много лет, если говорить о себе, я много лет действовала из принципа доказать другим, и, наверное, если быть совсем откровенной, то это, наверное, моя главная мотивация на протяжении жизни была всегда доказать другим, потому что меня называли толстушкой, меня называли, что, ну, там, типа, наша полненькая, я знала, что я не самая худая, не самая стройная, далеко, и были красивые девочки, которым я завидовала, и для меня это всегда было мотивацией, и я знала, что я говорила себе, ну, ладно, в школе окей, но я вырасту, я рожу детей, я вот обещаю, что всегда на любой встрече любых одноклассников я всегда буду самой молодой, самой красивой, и я, что называется, отвечаю за свой базар, вот, и меня это всегда двигало, мной это всегда руководило в те моменты, когда я стояла на распутье, заниматься собой или не заниматься собой, каким образом это делать. Для большинства людей является отговоркой возраст, является отговоркой роды, да, ну, возраст вообще является отговоркой, то есть, если ты с возрастом полнейш, это естественно, и многие люди часто говорят, ой, ну, мне же 40, там, ну, и меня 41 разнесло. Запомните, если у вас нету серьезнейших гормональных каких-то нарушений, то вас никогда не разнесет. Вы можете просто забить на себя, вы можете сравнить себя с тем окружением, которое есть у вас вокруг, вы можете устать от всего, вы можете подумать, что вам уже ничего не надо, что вашему мужику уже ничего не надо, и так далее, и так далее, и так далее. Переидание и вечная диета – это преступление и наказание. Это, давайте вернемся к этому, это, это не любовь к своему телу, и непонимание того, что тело – это не есть вы. Я, например, в какой-то момент для себя начала отслеживать, от чего зависит мое состояние внутреннее и самочувствие. От чего я, например, просыпаюсь с хорошим настроением и начинаю день хорошо или плохо. От чего у меня отношения вокруг строятся классные, подписываются контракты и зарабатываются деньги, а почему иногда нет. И каково было мое удивление, когда я отследила плотную взаимосвязь между тем, как я выгляжу. Я всегда с детства знала, как я хочу выглядеть. Я из тех девочек, которые вырезали, значит, там, картинки с Синди Кроуфорд, у меня была любимая модель Синди Кроуфорд, вот, и, значит, примеряла образы там, да, там, ну, очень хотела быть, я, наверное, и темненькая по этой причине, потому что, вот, мне очень нравится типаж, нравился типаж этой женщины. И я всегда, значит, понимала, какой я хочу быть. И вот этот внутренний типаж, он живет у меня в голове, и можете вспомнить мои слова, что там через 10, 20, 30, 50, 70 лет я всегда буду стройной и худой. Вот тут можете вообще даже по этому поводу не переживать, не делать ставки в обратную сторону. То есть первое, у меня сложился мой внутренний типаж, какой я хочу быть. И я прекрасно понимаю, что когда я выгляжу классно, когда я просыпаюсь и могу надеть свою красивую одежду, надеть ее прекрасно на себя, причем неважно, будет это футболка Кристиан Диор, H&M или Майка Кост какая-то, неважно, я точно увидела классную закономерность, что неважно, что на тебе надето, важно, на что это надето. Когда ты стройный, красивый, ты надеваешь любую вещь, ты очень быстро утром собираешься, потому что ты прекрасен, у тебя красивое тело, и ты можешь надеть все, что угодно. Помните, когда вы начинаете что-то надевать, и вам не нравится, как это на вас сидит, там складка, там я жирная, там я, особенно, не дай бог, если это день рождения, свадьба, выпускной или что-то еще важное. Девочки очень сильно на это завязаны, и огромное количество людей со временем на это забивает, я это прекрасно знаю, и тем не менее забивает, опять-таки, только потому, что ставит на себе крест. Помните о том, что красивое тело – это всегда молодое тело, то есть ваше тело становится автоматически молодым, когда вы начинаете стройнеть, ну, конечно, до каких-то пределов, безусловно. Всегда минус вес, минус возраст. Это всегда как бы связанная абсолютно вещь. И для меня в свое время я увидела такую вещь, что когда я набираю вес, я просыпаюсь утром без настроения, я себе не нравлюсь, мне все не нравится, я ничего не могу надеть, я не хочу идти в магазины, да, там тратить только на это деньги. И это как бы был такой мой первый якорек. Я поняла, что мне гораздо выгоднее быть в хорошей форме. Естественно, что когда ты это осознаешь, то ты начинаешь устанавливать взаимосвязь, да, от чего зависит мой вес, он зависит от того, сколько я ем. И дальше начинается история не про еду, а про то, что я хочу, чтобы я себя хорошо чувствовала по утрам, я хочу, чтобы я хорошо выглядела по утрам, я хочу просыпаться с классным настроением, стоит ли сегодняшний бутерброд или сегодняшняя какая-то еда того, чтобы я себя завтра херово ощущала. Я устанавливала большое количество различных взаимосвязей, размышлений, которые в результате помогали мне снизить ценности, важность, например, той же еды и, например, поднять важность движения, поднять важность тренировок, потому что тренировки для меня, например, это не история про то, чтобы согнать калории, а это история про то, чтобы подарить своему телу подарок, заряд, энергию, да, стать энерджайзером, стать более сильным, стать более мощным. И когда я иду на тренировки, я понимаю, что это время, которое я уделяю самому классному, что у меня есть, это моему телу. Наше тело – это не только история про количество жира, да, ну, абсолютно нет. Наше тело, как правило, как я вам говорила, отражает наше внутреннее состояние. Заметьте, есть несколько состояний, когда еда перестает нам быть особо интересной. Первое – это состояние стресса. Вот, когда мы переживаем стресс, мы решаем какие-то свои внутренние вопросы, это не самое лучшее состояние, и тем не менее. Второе – это состояние, в принципе, наверное, какого-то счастья и какой-то реализации. Потому что, когда мы чем-то заняты, когда нам интересно жить, когда у нас в жизни происходят какие-то классные события, мы что-то строим, мы что-то делаем, мы чем-то заняты, не сидим в каких-то своих бесконечных непонятных переливаниях из пустого в порожнего, мы начинаем быть удовлетворенными жизнью. Это могут быть классные отношения, это неважно, что это может быть, да, любимые проекты, работа, но фокус еды смещается. И наоборот, включается история про то, что я хочу жить. А я хочу жить – это и есть про как раз ту самую любовь, о которой я вам говорю. И тело – это не только, да, как я уже сказала про жир, тело – это еще и про наше состояние. Наше тело, есть такое понятие, которое вы наверняка слышали, как психосоматика, наше тело всегда с нами говорит. И никогда ни одно болевое ощущение или заболевание не приходит в наше тело просто так. Я обожаю, например, ну, я не думаю, что скажу вам что-то новое, тем не менее, обожаю справочники по психосоматике Луизы Хейт. И всегда, когда у меня происходит что-то, какой-то недуг, я как будто бы в словарь своего тела заглядываю и смотрю, что же тело мне говорит. Первое, что мы должны знать, что если у нас начинается какое-то общее недомогание, это всегда тело просит обратить внимание на себя. Оно что-то, оно просит – обратите внимание, остановись. После того, как мы останавливаемся, надо посмотреть, что конкретно у нас начинает болеть, где у нас есть какие-то моменты. В словаре вы прям можете забить психосоматика там и там Луиза Хейт. И у нее есть такой большой словарь, и напротив каждого органа, каждого какой-то там насморка есть определение того, что с нами происходит. Покопаться нужно глубже, подумать, посмотреть, в моей конкретной ситуации с какой стороны, потому что там есть разные несколько описания, иногда немножко противоречащие друг другу, и тем не менее, тело всегда разговаривает. И если мы не учимся слушать свое тело, почему болит голова, нога, рука, копчик, начался насморк, что происходит со мной, то рано или поздно мы попадаем в хронические заболевания, которые мы вызываем хронические, потому что мы ничего не меняем в своей голове. Это важно очень понимать. Потому что порой какая-то наша обида, какая-то ситуация, которую мы никак не можем решить, просто наша банальная усталость, когда мы гордимся и радуемся, что мы супер-роботы, мы не отдыхаем, я не сплю, я такой, мы можем довести свое тело до поломки. И запичкал его таблетками, сделал вид, что значит, все нормально, сейчас выпью таблеточку и все пройдет. Важно осознавать, что тело разговаривает с нами. Разговаривать оно с нами может не голосом, оно разговаривает с нами через ощущения, через болевые ощущения, чаще всего через какие-то недомогания, даже через температуру. Поэтому вот здесь очень важно научиться это отслеживать. Я, например, люблю лечиться медитациями. Я люблю разговаривать со своими органами. У меня, например, я умею стирать свои органы, как в стиральной машинке. Умею смотреть в свой орган, рассматривать, лечить его на ментальном уровне. И вы знаете, каково же удивление бывает, когда после какой-то медитации, когда у тебя что-то болело, когда ты там не мог что-то сделать, вдруг у тебя это проходит, либо тебе значительно легчает. Очень часто можно избавиться от недомогания просто с помощью ментальной практики. Очень часто. В каких-то случаях этого мало. И потребуется еще вмешательство кого-то, врача, реабилитолога, как в моем случае, который работает непосредственно с мышцами, с костями. Но уже неоднократно проверяла, и не только мной это доказано, что когда мы подключаем ментальные практики, мы выздоравливаем значительно быстрее. Потому что сила нашей мысли – это величайшая сила. Верно, величайшая. Это наше энергетическое светило, которое мы сами себя способны излечивать. И, кстати, не только сами себя, но и своих близких тоже можем. Поэтому как раз концентрация и умение установить контакт со своим телом – это самое крутое, что мы можем делать. Значит, не знаю, насколько интересно я сегодня рассказываю, потому что тема такая, да, немножечко, ну такая, просто к ней не подойдешь. Но я хочу, чтобы вы осознали несколько вещей. Первое. Я хочу, чтобы вы осознали, что наш лишний вес, наша нелюбовь к своему телу, да, когда вам что-то в себе не нравится, наше вечное желание что-то в себе изменить, увеличить, нарастить, пробить, добить, наши недомогания физические – все это имеет, ну вот если мы так вокруг себя это разбросаем, все эти ниточки ведут к нашей голове. И если мы научимся и поймем, как с этим разговаривать, и как себя настраивать в голове, мы можем с вами привести в порядок свою фигуру без диет по той причине, что у нас пропадет желание жрать. Просто пропадет желание жрать. У нас пропадет желание заедать свои проблемы и вообще создавать себе проблемы и видеть эти проблемы. Как я уже говорила, болезни – это зачастую либо проблемы, либо указание тела на то, что мы что-то не то делаем, либо, ну там, обижаемся, да, там, боимся, то есть неосознанно это делаем, и тело нам говорит, эй, эй, вот что ты делаешь. Или мы просто устаем, перегружаемся и забываем нажать, это как машина, знаете, на которую вечно жмешь на газ и забываешь, что тебе нужно заправиться. И вот там тебе начинает мигать красная лампочка, дабы ты где-то по дороге, значит, не остановился. То же самое делает тело с нами. И для того, чтобы мы могли это слышать, у нас это все заложено, в принципе. Мы этим можем управлять, но мы об этом не знаем, нас этому не учат, ну, в массовом порядке, может быть, вы еще этого не знаете, или вы этому никогда не учились, не практиковались. И я, в свою очередь, сейчас, вы знаете, запускаю марафон тела. Что там такого ценного и важного? И что нужно делать, да, для того, чтобы этот контакт установить? Ну, то есть, можно назвать этот марафон по установке контакта со своим телом, по умению связать вот эти все наши внешние моменты, неудовлетворенности, вот все то, что нам не нравится с нашим телом, включая болезни, подключить это к пульту управления, чтобы научиться это управлять. Значит, что классного есть? Первое, классные есть медитации. Не к каждому, но ко многим урокам, большинству уроков идут медитации, которые позволяют установить контакт и по поводу здоровья, и по поводу питания, и по поводу проблем, и по поводу страхов. То есть, научить свой мозг вовремя отслеживать это и пресекать, для того, чтобы тело переставало от этого страдать и получать то, что оно получает. Негативы в виде болезней, стресса и лишнего веса. Да, ключевые, ключевые моменты. Второе, это моменты, уроки и упражнения с проработкой, потому что до тех пор, пока мы не осознаем, почему мы жрем, и почему мы болеем, и почему мы вообще издеваемся над своим телом, то есть, мы это делаем, но мы не понимаем. Ну, когда вы едите, например, на праздники, вы же не думаете о том, что вы сейчас делаете плохо своему телу. Вы говорите, нет, я себя люблю, я с удовольствием ем. У нас нету таких взаимосвязей. Когда мы начинаем эти взаимосвязи устанавливать и понимать, что для тела хорошо, а где плохо, и как этот момент чувствовать, тогда нам становится гораздо проще этим моментом управлять. По сути, мои все трансформации с телом начались именно тогда, когда я подключила осознанность. Не тогда, когда я силком забирала от себя еду, не тогда, когда я силком выпихивала себя в зал, а тогда, когда я с удовольствием стала кушать, с удовольствием стала ходить на тренировки или не ходить на тренировки, и ничего со мной не происходит. Вот сейчас я, например, там уже больше двух недель не хожу на тренировки, потому что у меня сейчас идет общение с телом, с моим копчиком. У меня проблемы с копчиком. Я прекрасно знаю, о чем говорит мне мое тело, и я разбираюсь с этим как на физическом, так и на ментальном уровне. Тренироваться мне нельзя в этот момент, нагружать, да, мой копчик дальше, но поверьте, я каждый день работаю с психологом, и когда я работаю с моей подругой Натальей Федап, которую я всем рекомендую, с которой мы периодически проводим эфиры, и когда я работаю с Наташей, мне с каждым днем становится лучше и лучше физически после сессии, я прямо чувствую, как мой копчик попускает и попускает. Это удивительный момент, что прорабатывая свои психологические вопросы, свои личные вопросы, мое тело отпускает. И вот эта взаимосвязь, она, конечно, очень крутая, и ее очень важно установить, установить между вами эти ниточки. Поэтому, конечно же, я приглашаю вас на этот марафон. Он классный, он идет 10 дней. Каждый день есть урок, есть упражнения, есть медитация, есть общий чат, в котором я думаю, что я буду давать еще больше информации, чем непосредственно в самом марафоне, в котором я лично отвечаю каждому участнику, вот такой всем бонус плюс, то есть лично отвечаю, лично голосовые сообщения, мы с вами общаемся, и я уверена, что этот марафон для многих людей станет таким отправным моментом. Моя задача научить вас прислушиваться к своему телу и помочь вам установить с ним контакт, полюбить его. Мне очень нравится сравнение взаимосвязи, как тело – это твой партнер, ты женщина, он мужчина, и оно, в нашем случае, оно мужчина. И если мы будем манипулировать, заставлять, если мы будем ставить условия, то мы все прекрасно знаем, что такие отношения ничем хорошим не закончатся. Моя задача – сделать партнерские отношения, понять, что нам вместе хорошо, и мы вместе хотим построить долгосрочные классные отношения без срывов, без разводов, без ненависти друг к другу, а с любовью. Для этого нам нужно просто друг друга понять. В моей практике это самые лучшие отношения, которые могут быть. Поэтому я уверена, что результаты у тех людей, которые придут именно с целью сделать это, будут очень и очень крутые. Мы стартуем 17 сентября. 17, да, и, соответственно, по 27 число непосредственно мы будем работать с вами 10 дней. Будет интересно. Еще раз говорю, что сегодняшний эфир не могу назвать, наверное, суперинтересный, потому что он достаточно хаотичный, вот сложно как-то мне на эту тему сейчас говорить структурировано, поскольку все-таки здесь есть проработка определенных моментов. Но моя главная цель сегодня была донести вам, что нам, первое, выгодно наладить крутые отношения со своим телом. Второе, я и мое тело, это не одно и то же. Третье, это то, что пультом управления от того, как мы выглядим, является наш мозг. И мы в любой момент в своей жизни можем создать те программы между друг другом, которые нам нужны, и привести свое тело в порядок раз и навсегда. Потому что, когда мы сдерживаем себя, вот сейчас посижу на диете, сейчас потренируюсь, для нас это пытка. Когда мы осознаем, почему и какие отношения нам взаимовыгодны, когда мы начинаем понимать, что мы можем решать свои вопросы и ситуации не с помощью жрачки и стресса, а с помощью обдумывания каких-то ситуаций, когда мы разрываем взаимосвязь, проблема, еда, тогда в нашей жизни начинают появляться совершенно другие вещи. А когда мы начинаем себе нравиться, поверьте, проблем в нашей жизни автоматически становится меньше. Вот приблизительно так. Ссылочка на марафон есть в сторис. У меня марафон стартует еще раз 17-го числа. В этом году марафона больше не будет. Не задавайте, пожалуйста, мне этого вопроса. Не будет его, а в следующем году, наверное, будет. В этом точно нет. Вот. Как же полюбить себя больше, чем мужа? Это история по поводу позиции жертвы, это история по поводу того, что вы находитесь в созависимых отношениях. Немножечко другая история, психологическая. Я вам предлагаю просто на время сфокусироваться на себе. И если вам так легче, то научиться быть классной и красивой ради мужа. Но вообще, запомните такую простую истину. Мужья могут меняться, дети могут уходить, родители будут умирать. А вы сами с собой пройдете весь этот путь. Так пройдите его в красивом теле. Все, друзья, всем хорошего вечера.